так сегодня поговорим о мониторах значит что такое монитор все мы прекрасно знаем это устройство которое вводит изображение пользователю значит зайдем на яндекс маркет вот здесь все популярные параметры мониторов перечислены сейчас я по каждому из них скажу ну первый параметр цена значит как и с другими товарами чем выше цена тем вероятнее купить качественный товар но это не обязательно поэтому вот по цене больше ничего не могу сказать нужно смотреть на другие параметры следующий параметр производитель монитора то есть его бренд опять же как и с другими товарами имеет смысл покупать монитор известного производителя ну или по крайней мере который вот примелькался на рынке который там не первый год появился вот это как бы опять же повышает но вероятность купить качественную вещь но опять же не гарантирует значит вот из этих вот производителей всех мне не известен только вот этот остальные все давно на рынке значит примелькались известные производители то есть если бы я покупал монитор я бы выбрал вот какой то вот из всех кроме вот этого вот либо либо я бы залез в интернет начал бы смотреть что вот это за производитель что он из себя представляет насколько качественные вещи делает так значит идем дальше размер экрана значит размер экрана ну такой очень важный параметр по которому наверно в первую очередь монитор выбирают значит измеряется как размер измеряется в дюймах и по диагонали меряется вот так вот значит измеряется вот от края самого экрана до края самого экрана значит вот это вот рамочка не входит в этот размер значит опять же измеряется в дюймов вот дюйм это два с половиной сантиметра примерно 254 значит по поводу размера здесь каждый выбирает на свой вкус рекомендовать что-то бесполезно кому-то нравятся большие кому-то маленькие кому-то средние в общем давайте перейдем к следующему параметру вот мы широкоформатный монитор да или нет то есть убывает широкоформатный бывает не широкоформатные значит стоит такое вот пример широкоформатного монитора значит его форма его экрана это вытянутый прямоугольник вытянутый по горизонтали это широкоформатный монитор теперь давайте посмотрим не широкоформатный вот значит его форма близко к квадрату вот но и но но не квадрат значит есть такое понятие как соотношение сторон так соотношение сторон значит широкоформатный 16 к 9 так не широкоформатный 4 к 3 значит это означает вот у нас есть не широкоформатный монитор если мы возьмем вот эту сторону ее длину и разделим вот на эту сторону то мы получим отношение 4 к 3 значит если для широкоформатного мы сделаем то же самое то мы получим соотношение 16 9 ну значит вот это вот два самых популярных соотношения сторон значит если это монитор широкоформатный то скорее всего 16 на 9 если не широкоформатный то скорее всего 4 на 3 бывает небольшие отклонения но это скажем так ну редко редкие мониторы так значит широкоформатным понятно следующий параметр максимальное разрешение так на или нас на надо сказать что вообще такое разрешение так значит вот у нас экран он состоит из точек он весь заполнен точками собственно так изображение на нем и формируется вот точки называются пиксели кстати так значит что такое разрешение разрешение это количество точек по горизонтали на количество точек по вертикали значит разрешение пишется вот таким вот образом например вот там 1600 на 1200 если он тут у нас такое разрешение это означает что по горизонтали 1600 точек по вертикали 1200 точек так значит и параметры у нас звучит как максимальное разрешение монитора то есть на самом деле монитор может может менять свое разрешение вот но у него есть всегда вот предел то есть бой больше какого-то разрешения он выставить не может значит на что здесь стоит обратить внимание я считаю что современный монитор должен поддерживать вот это вот разрешение она является таким неким стандартом на данный момент вот если поддерживает монитор хороший можно брать но а так конечно же чем выше разрешение тем лучше вот значит на что влияет разрешение разрешение влияет на качество изображения то есть смотрите вот мне тоже вот имеет длину стороны вот и соответственно площадь вот этого экрана так вот чем больше точек на единицу площади помещается тем качественнее изображение на мониторе становится начну например вот если у нас есть разрешение так вот если если у нас монитор будет размером 17 дюймов мы будем иметь картинку одного качества а если это будет монитор там допустим 40 дюймов то качество картинки будет хуже потому что вот этот монитор меньше которые 17 дюймов и точки на этом мониторе расположены очень плотно друг другу то есть вот изображение будет таким найти детальным то есть вот мельчайшие детали будут хорошо различимы а вот на мониторе в 40 дюймов если мы приглядимся то мы сможем увидеть вот отдельные пиксели отдельные точки но понятное дело что вот монитор 17 дюймов мы будем смотреть очень близко ну допустим там с расстояния метр а монитор в 40 дюймов мы будем смотреть там с расстояния 2 метров поэтому вот это все будет не очень заметно так ладно в общем я думаю рассказал про разрешение а вот хочется еще добавить что вот опять же да я сказал что стандартным разрешением так не то что стандартным в общем есть такое понятие как full hd разрешение это вот как раз разрешение 1920 так на 1080 вот в этом разрешении сейчас ну как бы фильмы делают вот именно в этом разрешении то есть если вы скачиваете фильм высокого качества из интернета скорее всего он будет вот именно в этом разрешении и чтобы его посмотреть вот во всей красе вам нужно иметь монитор или телевизор который это разрешение поддерживает вот я например качаю фильмы в качестве просто hd это 1000 так погодите забыл так сейчас надо в яндексе посмотреть так так значит вот hd вот это вот он же 720 так значит я качаю фильмы в разрешении hd вот или вот 720 вы еще как бы сокращенно пишут там 720 точек а full hd пишут сокращенно там 1080 по количеству точек по вертикали но догадались наверно вот здесь вот 1080 здесь 720 значит почему я качаю фильмы вот в этом разрешении допустим что у меня максимальное разрешение монитора 1366 так сейчас тоже гляну чтобы точно сказать вам 1366 на 768 вот мое разрешение вот значит мне не имеет никакого смысла качать фильмы вот в этом формате потому что у меня просто нету столько точек на мониторе вот поэтому я качаю фильмы вот в этом разрешении значит очень вам рекомендую вот выбирать либо это разрешение вот при просмотре фильмов либо это потому что но стоит один раз посмотреть фильмы вот в этих качественных разрешениях и я думаю вот в обычных вы смотреть потом расхотите такс ну ладно идем дальше лет подсветка значит что это означает это означает что вот экран монитора в первом случае точнее вот если лет подсветка есть то подсветка осуществляется светодиодами если ее нет то подсветка осуществляется лампами то есть давайте на картиночки значит вот за экраном за экраном находится лампа которая освещает освещает экран как бы с той с обратной стороны либо там находятся светодиоды значит в чем разница в первую очередь разница в вот светодиоды они у нас маленькие поэтому монитор на светодиодах сделать можно сделать более тонким вот но по большому счету я считаю что такой вот критичной разницы для пользователя нету вот ну давайте посмотрим сколько каждых мониторов на рынке так лет подсветки да а так стоп значит без лет подсветки 220 след подсветкой ну да значит вот лет подсветка вытеснила ламповую подсветку и сейчас вот большинство мониторов именно на ней поэтому ну можно наверное даже не обращать на этот параметр внимания так значит следующий параметр типа жидкокристаллической матрицы значит вот смотрите здесь куча технологий по которым эти матрицы созданы если честно то вот очень сложно следить за этими технологиями поэтому если вы хотите там вот например выбрать прям самый лучший монитор то вам придется вот выяснить какая какие сейчас технологии актуальны на данный момент в чем их преимущество в чем недостатки то есть но недостатки будут там вот выражаться в качестве изображения вот и вот то есть вам придется как тот самостоятельно изучить вот про каждую технологию нюансы и тогда уже выбирать но мне кажется это это слишком сложно слишком затратно по времени но если вы конечно не какой-нибудь профессионал дизайнер для которого это важно вот вот забегая вперед монитор вот при покупке его нужно смотреть то есть просите показать на нем картиночку там рабочий стол можно вот принести с собой каких-то картинок вот и посмотреть нравится как вам показывает или нет можно фильм на нем запустить это столько после этого стоит покупать а то бывает так что вот параметры характеристики монитора расписаны как замечательные а показывает он ужасно вот правда сталкивался с таким часто так что в общем монитор нужно смотреть при покупке так значит стереоколонки ну понятно что если да то в монитор могут быть стереоколонки эти встроены значит что можно про них сказать они скорее всего будут очень такого посредственного качества поэтому я бы я бы например не взялся монитор с колонками только если например место в квартире очень ограничено и я например планирую повесить этот монитор на стенку и колонки поставить некуда вот тогда я бы взял с колонками а так любые колонки даже самые дешевые будут но звучать гораздо лучше чем те которые встроят монитор так значит вход ходы май значит поэтому входу передается видео и аудио значит популярный вход довольно таки но без него вполне можно обойтись если вот вы монитор используете только вот вместе с компьютером если вы например надумаете подключить к нему какой-нибудь плеер то тогда вот вы будете подключать его через ходы май или например смартфон можно будет подключить к монитору и изображение со смартфона выдавать прямо на монитор так значит вход 9 это так ну давайте покажу сейчас так значит вот этот вот значит разъем 9 значит он пришел на смену такому вот стандартному синенькому разъем а вот кстати они два рядом значит вот этот разъем для подключения компьютера был самого начала в мониторах там испокон веков вот это вот такой вот новый формат значит считается что вот этот вот цифровой цифровой разъем ну как бы по цифре здесь передается сигнал вот он как бы качественнее то есть изображение получается качественным более качественным чем вот поэтому синенькому разъема но вот я например пробовал один и тот же монитор подключать по этому разъему и вот по этому разъему вообще никакой разницы не заметил так что честно говоря не могу сказать в чем польза этого вот разъема девять вот ну например может быть так что на вашей видеокарте только вот вход девять и тогда вам придется монитор брать тоже именно девять так ну значит юсб концентратор это сюда можно в монитор будет юсб вставлять но для меня не очень полезная вещь для вас может быть пригодится так поддержка 3d ну здесь понятно то есть можно можно будет смотреть например на фильмов 3d так насчет параметров монитора так-то гораздо больше но вот основные основные я все-таки перечислил вот бывает сенсорный экран для домашнего использования не знаю мне например он не нужен мне кажется неудобно тыкать пальцами в монитор гораздо удобней мышкой вот есть вот всякие такие параметры время отклика вот то есть насколько быстро вот сам монитор может обновлять изображение на экране но опять же в этих параметрах сложно разобраться под плюс производители часто врут в своих параметрах чтобы монитор продать подороже поэтому опять же перед покупкой смотрим желательно да вот посмотреть на каких-то динамических сценах тут сценах там то есть вот фильм запустить там или игрушку и посмотреть как он хорошо картинку вот в динамике отображает или нет такс и а ну вот еще такой параметр глянцевое покрытие монитора или матовая значит что это за параметр сейчас откроем фоточку монитора какого-нибудь значит ну вот допустим вот изображение монитора вот здесь вот мне на фото не очень понятно что за покрытие скорее всего матовая значит в чем суть вот если у вас покрытие будет глянцевая оно будет вот это вот как будто черное зеркало то есть монитор с таким черным зеркалом какой минус при ярком свете вы можете видеть свое отражение то есть смотрите фильм там или там работаете за компьютером при ярком свете и вы будете видеть собственно себя как в зеркале это немножко отвлекает от работы но с другой стороны вот глянцевые мониторы они вот в выключенном состоянии смотрятся ну так вот покрасивее то есть они блестят вот а в матовых мониторах мы свое отражение не видим ну собственно все больше нечего добавить то есть вот лично я я бы предпочел матовый то есть вот мне глянцевые глянцевые нравится меньше но опять же это вот на ваш личный вкус то есть вот посмотрите два монитора глянцевые матовые выберите то тот который вам больше нравится так ну в принципе принципе все рассказал